это урок по джумала меня зовут федор васильев тема урока как перенести сайт на джумал 4 с локального сервера open server на реальный хостинг в этом уроке я не буду показывать как создать хостинг где зарегистрировать домен как это все настроить об этом есть вам будет интересно спросить у меня в комментариях на моем сайте федоровасильев.com соответствующей статье ссылка будет под видео если это видео вы смотрите с youtube ссылка на мой сайт здесь сразу я буду показывать на практике перенос сайта и что действительно все работает все хорошо перенеслось вы разрабатывали сайт на open сервере на своем компьютере не торопились этот сайт видите только вы вы все сделали все вы готовы перенести его в интернет перенести его на хостинг вас уже куплен хостинг вас куплен домен все там готово осталось только перенести сайт и так вот этот сайт вы сейчас видите на адресе джумал 4 . лог то есть это локальный адрес этот сайт могу видеть только я в интернете естественно его вы увидеть не можете и у меня есть вот такой вот пустой тестовый домен на моем хостинге тут тоже ничего нет перенос заключается в два этапа перенос всего сайт это файлы папки и перенос так называемой базы mysql и эти два этапа нам нужно с вами сначала собрать давайте сначала выгрузим базу mysql с локального хостинга переходите в php myadmin именно вашего open сервера авторизуемся у меня это пароль root пользователя root у вас скорее всего по умолчанию те же самые данные вот эта база данных от моего сайта джумал 4 я кликаю по своей базе здесь я нажимаю экспорт здесь ставлю точку обычные самый низ прокручиваю нажимаю вперед и всплывает окно вот она база джумал 4 . сквей с таким расширением выбирайте папку на компьютер куда вы хотите поместить данную базу данных далее папку я выбрал нажимаю сохранить база загружена и теперь второй этап файлы сайта вы переходите в папку там где у вас сервер локальный сервер open сервер у меня это open сервер дальше open сервер у вас путь возможно немножко другой но в итоге вы должны эти папку дома из домены здесь несколько сайтов вот этот сайт джумал 4 лог по идее вот это все наш сайт надо заархивировать и архив разместить на хостинг но самое главное что нам потом нужно будет сделать нам нужно прописать новые данные авторизации базы данных мой сиквель с конфигурационным файлом конфигурациям php это можно сделать на ху на хостинге и это можно сделать на компьютере вот этот файл в корне вашего сайта его нужно открыть и внести данные где это будет удобно вам делать там и делайте мне это удобнее будет сделать на компьютере на компьютере должна быть специальная программа установлена notepad плюс плюс или аналоги если у вас ничего такого нет редактировать файл вам будет этот неудобно на хостинге тогда сделайте то же самое и так какие данные там нужно внести вы должны были на хостинге подготовиться сейчас перед вами вот панель хостинга cpanel здесь нужно зайти в базу данных и вам нужно было заранее создать базу данных создать для него пользователь создать для него пароль соответственно вот моя база данных вот она тест это название базы данных имя пользователя называется также и нужно еще знать к ней пароль все больше ничего будет не нужно это сейчас мы с вами пропишем соответственно конфигурационный файл правой кнопкой мыши я открываю через свою программу бесплатную программу но под notepad плюс плюс здесь просто удобно слева подсвечиваются строки вам будет удобно сориентироваться если вы это еще ни разу не делали на этом шаге вам скорее всего будет немножко сложно вам нужно найти строчку 15 вот видите вот она вот здесь показана 15 строка это вот начало базы данных то есть вот это дальше идет строка это localhost название хоста у меня это не меняется также localhost можно оставить если у вас не получится подключиться узнаете у своего хостинга какой хост нужно здесь прописать потому что бывает что не пропустит вам с этим параметром по умолчанию localhost дальше вот вот здесь вот как раз видите получается root и root пароль user root и пароль root это вот старые параметры от локальной базы данных так как у нас база данных новая на хостинге там все меняется другие пароли все другое поэтому это надо здесь все прописать первое user то есть это пользователь базы данных я возвращаюсь просто в панель хостинга и копирую отсюда чтобы рукой руками не писать название базы данных он же user соответственно аккуратненько если удаляете не удалите ни одну кавычку ни одну черточку все это будет нужно вот так вот просто проставляю user дальше bd это название базы данных то есть тоже убираю старое название и ставлю новое название и остается прописать только пароль опять же тот пароль который вы создали к базе данных на вашем хостинге я проставляю свой пароль у вас свой пароль нажимаю здесь в этой программе сохранить вот теперь данные внесены в конфигурационный файл останется только перенести сайт и уже сайт подхватит параметры базы данных и сайт по идее а уже должен работать на хостинге выделяю весь сайт архивирую через обычный архив винрар в zip архив пока архив собирается чтобы не тратить время я предлагаю зайти в php my admin хостинга базу данных то мы создали но саму базу с локального хостинга мы не выгрузили сюда нажимаем здесь импортировать соответственно предварительно кликнув по базе данных которые вы создали то есть в которую вы хотите загрузить таблицу здесь я нажимаю выбрать файл на компьютере нахожу базу и нажимаю вперед база загружается вот импорт успешно завершён вижу что таблица вся выгрузилась 69 таблиц уже на хостинг теперь я перехожу файловый менеджер хостинга нахожу свой домен test.artvokspace.ru видим что здесь сайта нет нажимаю здесь на хостинге загрузить открываю папку вот архив с сайтом перетаскиваю его для загрузки на хостинг и дожидаюсь когда архив загрузится на хостинг кому интересно использую очень качественные быстрые сервера хостинг много лет использую для своих сайтов и рекомендую устанавливаю своим клиентам сайт хостинга хостик . юэй все ссылки будут находиться также на хостинг в статье в данной статье на моем сайте fedor василий . здесь нужно дождаться когда туда полоска станет зеленый эту вкладку я могу закрыть здесь просто обновить файловый менеджер увижу архив теперь его нужно распаковать его выделяю здесь я нажимаю извлечь путь у меня уже указан верный нажимаю вот сюда извлекаем все файлы close закрыть все все файлы извлечены давайте проверим вот так вот выглядит домен куда я только что загрузил сайт чтобы увидеть изменения нам нужно нажать обновить страницу и вы видите что страница обновилась и у меня с первого раза получилось безошибочно выгрузить сайт вы видите вот он сайт открылся с локального хостинга все что я там нарабатывал все наработки все перенеслось теперь все находится уже на хостинге теперь заключительный и очень важный момент по сайту для тех кто переносит сайт либо с хостинга на хостинг либо с локального сервера на хостинг что нужно сделать перейдем система вы здесь можете увидеть предупреждение будет джумал ругаться на то что неправильный путь каталогу там временных файлов путь каталогу logs эти пути нужно прописать и как узнать правильный путь вам нужно посмотреть на хостинге или спросить у вашего хостер провайдера это нужно сделать обязательно иначе у вас на сайте там могут например все картинки перестанут отображаться в общем это не будет работоспособный сайт вам надо будет перейти в панель хостинга именно например вот у меня файловый менеджер и вот здесь идет начало пути у меня это slash home art works дальше у меня идет домен с . artwork space.ru то есть я вам сейчас говорю путь да то есть три позиции home дальше вторая позиция artworks третья позиция название домена в документе это выглядит может вот так вот путь эти home вторая позиция потом идет домен потом идет администратор и logs просто вот этот путь нужно будет сейчас в джумле прописать то есть получается вот администратор если я зайду и вот папка logs просто до этой папки нужно правильный путь джумле указать к сожалению даже джума 4 со всеми новыми функциями со всеми много идущими там возможностями не делает это автоматически при переносе сайта это нам нужно делать вручную новички очень часто на этом этапе не могут правильный путь прописать потому что не понимают как бы вот как это сделать иногда хостинг вам может просто не показать и это надо как-то объяснить техническую поддержку что вы хотите сделать и вот смотрите сейчас я вам наглядно покажу что ну в данном случае у меня все работает теперь где это нужно прописать вы переходите в админке сайта система здесь вы находите общие настройки переходим первое вот здесь будут вкладки до 1 это сервер путь каталогу временных файлов и вот смотрите единственно что джуму 4 сделала я просто удивился вот этот путь сейчас у меня правильно стоит а был сначала вот такой путь вот именно вот этот путь каталогу временных файлов он меня автоматически джуму проставила на основе вот этой вкладке логирование то есть сначала я путь каталогу лог с правильный прописал нажал сохранить и уже к серверу именно папки тмп временно папка каким-то образом джуму понимает и сама путь правильно указала нам то есть по идее нужно два момента править это вот на этой вкладке путь к дологов и второй правильный путь надо прописать до папки тмп раньше в джума 3 версия надо было этот этот путь самому прописывать да они немножко отличаются вот поэтому я предлагаю перейти сначала вот логирование получается вот мой путь правильный я здесь все удаляю проставляю нажимаю сохранить все настройки сохранены и здесь видите путь начинается также папка home artworks название домена и сразу папка тмп просто путь лежит именно так потому что в корне сайта идет папка тмп вот мы с вами посмотрим вот мой домен а вот она папка временная темп и она просто здесь находится путь до нее мы прописали нажали сохранить теперь вы можете перейти посмотреть система информация системе перейдете на вкладку права доступа на каталоге прокрутиться в самый низ у вас должно вот так вот все быть как у меня везде подсвечивается висе зелененьким 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 вот они внизу два пути который теперь у меня прописано правильно единственно то что вы увидите конфигурационный файл находится недоступно это нормально это безопасность и это так и должно быть вот именно к этому файлу должно светиться красным недоступно все остальное должно быть зеленым еще в этом видео обратите внимание когда наш сайт находился на локальном хостинге то на вкладке система там где предупреждение стоит зеленая галочка что все хорошо предупреждение нет но когда я этот сайт перенос на хостинг здесь на этом домене появилось два предупреждения не знаю насколько серьезно там это может там повлиять на сайт но небольшой лайфхак я покажу вам как исправить эти два предупреждения то есть наладить обстановку в этом плане и чтобы здесь была тоже зеленая галочка хочу сказать что зависимости от хостинга каких-то других условий здесь мог быть разного рода предупреждения я покажу именно на тех предупреждений которые вылезли у меня так как они скорее всего связаны с переносом сайта и относятся к этому видео если я зайду предупреждение нам джумал говорит что в php и не нужно внести путь до временных файлов php и не это файл на хостинге это не файл движка джумала то есть смотрите сначала исправляем эту ошибку именно тот же самый путь который вы прописывали то есть я возвращаюсь система общие настройки вкладка сервер вот этот путь к временным файлам просто отсюда его копирую можете скопировать куда-нибудь в блокнот временно переходим в си панел хостинга здесь я нахожу выбор версии php захожу сюда перехожу здесь в настройки вот здесь прокручиваю ниже и нахожу upload тмп дир вот это видите пустая опция я не знаю почему джумал 4 стала требовать это но она говорит что здесь нужно указать путь до временной папки вот как ровно так же как это прописано в самой джумле в пустом месте кликаем и это применяется здесь видно успешно сохранено возвращаемся на наш сайт система видим что уже одна ошибка захожу в предупреждение то есть одно мы с вами исправили теперь по поводу вот этого замечания по поводу значения разных значений по максимальной загрузке в файл файлов и так далее но здесь у меня стоит это находится у меня рядом вот она плод макс файл сайс то есть максимальный загружаемый файл 200 мегабайт это много на самом деле здесь можно выставить и 64 я считаю зависимостью уже можете сами поиграться на своем хостинге мне достаточно этого параметра все по сути возвращаемся обновляем страницу видео видим предупреждение больше нет мы с вами это исправили здесь смотрим зеленая галочка и и Субтитры сделал DimaTorzok